шалом друзья приветствую вас это пять минут сороном левари и я рад быть ваших домах и там где вы находитесь друзья сегодня хочу поговорить на тему хейтеров вообще это интереснейшая тема друзья раньше мы не знали этого слова раньше мы говорили что это те кто критикуют конечно же есть добрая критика есть назидающая и созидающая критика мы должны обращать внимание на то что люди говорят о нас почему потому что всегда есть что исправить в жизни это правда друзья всегда нам есть что исправить жизни это нормально но есть критика добрая а есть критика осуждающие и вот есть люди которые постоянно вот знаете новый завет говорит нам о том что ешуа иисус сказал такую вещь Мы вам и играли, насвирели, мы вам и пели, и танцевали, и плакали вообще. Что же вы хотели? Вы вообще ничего не хотели. Вот это о хейтерах, наверное. Как бы ты себя не вел, есть люди, которые постоянно будут тебя критиковать. Что бы ты ни говорил, что бы ты ни делал, ты никогда не можешь угодить им. Но я хочу сказать очень важную вещь. Мы на самом деле, люди, не призваны угождать людям. Мы должны уважать людей, мы должны слушать мнение людей. Но это не говорит о том, что мы должны менять свое мнение, или свои мысли, или свою разговорную речь, или свои действия, потому что кто-то нас критикует. Если мы во что-то верим, и делаем это с полным сердцем веры, и мы не осуждаем себя, и мы понимаем, что то, что мы делаем, это приносит благо и нам, и людям, то просто нужно идти вперед. Вообще хочу сказать вам такую вещь. Ну, знаете, вот, когда караван идет, так говорят в этом мире, кому-то может это не понравиться, ну, простите меня, конечно, когда караван идет, то собаки обязательно лают, друзья. Нам и самим не нужно критиковать и заниматься этим. То есть, такая критика осуждающая. Нам не нужно этого делать. И даже если нас кто-то критикует, нам не нужно обращать на это внимание. Если мы понимаем, что человек, критикующий нас, любит нас, и это добрая критика, это назидательная и созидательная критика, нужно обратить внимание на то, что говорит человек. Если этот человек просто постоянно, что бы ты ни делал, критикует тебя, то не обращай на это внимания, действуй, делай то, что тебе нужно делать, и не теряй своего времени. Друзья, всегда нужно делать то, что нужно делать. Почему? Потому что человеку дано время на земле, и это время нужно использовать. Новый Завет нам говорит, что время коротко, дни лукавы. Поэтому, если мы будем терять свою энергию, свои силы, если мы будем терять свои нервы, скажем так, на тех, кто хейтит или критикует нас, и осуждает нас, то мы просто не дойдем до желаемой пристани. Мы не сделаем то, что мы должны сделать на земле. А у нас многое что делать. Поэтому хочу сегодня ободрить вас. Если вы делаете то, что приносит вам благо, если вы делаете то, что приносит пользу другим людям, и вас критикуют за это, не обращайте внимания. Продолжайте делать то, что вы делаете. Благодарите Бога. Любите людей. А на этих хейтеров не обращайте внимания. Бог с вами. И я говорю вам, идите вперед. Дорогие друзья, хочу сказать, что периодически мы выпускаем эти пяти минутки, и очень важно делиться ими. Поэтому прошу вас, поделитесь этой пятиминуткой, поделитесь этой программой, и я верю, что это принесет множество пользы другим людям. Потому что люди сидят под осуждением, под обвинением. Некоторые люди в депрессивном состоянии, потому что их осуждают и критикуют с детства. Хейтят с детства, скажем так. Не обращайте на это внимания. Поделитесь, друзья, с другими людьми. Ободрите их. Пусть Бог благословит вас обильно. Шалом вам из Иерусалима.